Привет, друзья! Смонтировал подборку хороших стратегий, действия которых происходят в средние века. Стратегии про средневековье полностью погружают в этот жестокий, но такой привлекательный для жаждущих власти мир. Лайк сейчас, комментарий потом и погнали! Stronghold Warlords – стратегический проект, действие которого происходит в режиме реального времени. Событие расскажет о исторических сражениях между имперской армией, самураями и монгольской ордой, в которых ты примешь своё непосредственное участие. Армия Империи принимает решение наступить первой, а затем в битву подключаются самураи и монголы. Все с одной целью – захватить власть в свои руки. Тебе же предлагается исполнить роль отважного и бесстрашного воина, выбрать одну из враждующих сторон, а затем привести её к победе любыми возможными способами. Игровой процесс довольно прост и заключается в бесконечных битвах с оппонентами, исследовании окружения, добыче ценных ресурсов и модификации армии. Отправляйся на покорение окружающих земель, отнимая их у врагов. Занимайся всевозможными захватами, разведками и диверсиями. Стоит не забывать о том, что каждое принятое решение и совершённое тобой действие будет иметь последствия, поэтому будь максимально внимательным. Проработай план действий наперёд, подключи смекалку и хитрость, что и поможет избавиться от соперников в два счёта. Ancestors Legacy – игра, представленная миру в жанре стратегии, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Основа сюжета заключается на реально происходящих в мире событиях, отчего твоё времяпрепровождение будет максимально реалистичным, ведь ты с головой сможешь погрузиться в эту великолепную атмосферу. Для начала тебе необходимо выбрать своего главного героя, настроив определённые характеристики, внешние данные и особенности, а также отнеся его к одной из четырёх предложенных наций. Каждая нация имеет определённые характеристики и особенности, которые помогут тебе уничтожить всех врагов на пути. Главное – тактика действия, где ты должен будешь брать в учёт каждую мелочь. Графика в игре исполнена на высшем уровне, порадует и музыкальное сопровождение, которое отлично исполняет атмосферу. Здесь тебе предстоит взять на себя роль командира могущественной армии, которая отправляется на сражение и завоевание средневековой Европы. На пути будут встречаться толпы врагов, одолеть которые не так-то просто, ведь они будут наделены особым могуществом и общей целью уничтожения. Исследуй территории и находи полезные ресурсы, а также выстраивай и укрепляй базы. Age of Empires 2 – динамичная стратегическая игра с незаурядной сюжетной линией и неожиданными поворотными событиями. Данный проект является ничем иным, как ремейком, ставшей популярной одноимённой игры. Игровой процесс максимально интересный и увлекательный, наделён разными заданиями, сложными испытаниями, ловушками, логистическими задачами и коварными противниками, одолеть которых не так-то уж и просто. Из изменений первым делом стоит отметить визуальную проработку, которая стала максимально реалистичной, поддерживает формат 4К, что позволит тебе стать полноценной частью мира игры. Добавили разработчики и многопользовательский режим, позволяющий здорово провести время как в компании друзей, так и с игроками по всему миру. За счёт хорошей графики ты очутишься в красочном реалистичном мире, полном неожиданностей и секретов. Действие происходит в режиме реального времени. Ты будешь развивать свою армию, делая её самой могущественной и непобедимой. Возможности по достижению поставленных целей масса, но тебе необходимо правильно их применять, чтобы не допустить ошибочных действий. Отправляйся в роли отважного героя в мир, который нуждается в твоём спасении, а затем делай всё возможное для его процветания. Medieval 2 Total War Kingdoms Вторая часть легендарной стратегии, которая понесла за собой массу модификаций и наполнилась дополнительными возможностями. На этот раз тебе предстоит погрузиться в более ожесточённые битвы, которые будут происходить насмерть. Кроме того, количество соперников на поле боя значительно выросло, что говорит о затруднительной ситуации с твоей стороны. Ты отправляешься в мир средневековья, а именно в Европу, которую необходимо тщательно исследовать и изучить каждый улочек земли. Ты сможешь стать участником мятежа и возглавить восстание, построить собственную укреплённую крепостью замок и наладить торговые отношения с другими господствующими государствами. Для начала тебе потребуется обустроить собственную территорию и занять её укрепление, чтобы ни один враг не смог до тебя добраться. Затем отправляйся на сражения, чтобы завоёвывать как можно больше земель и обрести господство над всем остальным миром. Как только дело будет сделано, отправляйся на осаду того или иного замка, чтобы увеличить численность армии, тем самым сделав её более могущественнее. Crusaders King 3 – третья часть полюбившегося многим проекта, который относит себя к жанру стратегии, где все действия происходят в режиме реального времени. События отправляют нас во времена средневековья, когда территория Европы была разделена и каждый сектор желал захватить господство в свои руки. В эти времена основной религией была католическая церковь, что необходимо будет учитывать на протяжении всей игры. Главной задачей героя является принятие одной из сторон, которую необходимо всеми способами привести к победе, приобретая мировое влияние. Отправляйся на исследование окружающих территорий с целью захвата. Вступай в опасные схватки с многочисленными оппонентами, продумай выигрышный план действия, собери армию воинов и постарайся заполнить боевой арсенал мощным оружием и атрибутами защиты. Также потребуется заняться шпионажем, который поможет изучить внутреннюю политику иных государств, чтобы суметь вовремя и безошибочно совершить вторжение. Внимательно следи за собственным государством, развивай экономику и инфраструктуру, а также не забывай учитывать пожелания горожан, чтобы не лишиться правления. Стань лучшим в своем деле и сумей добиться поставленной цели. Оно 1404. Золотое издание. Пошаговая стратегия в стиле покорения морского пространства на массивном судне. Здесь тебе предстоит отправиться в мир средневековья и сразиться с многочисленными соперниками, постоянно возникающими на твоем пути. Данный игровой проект точно сможет прийтись по вкусу всем любителям подобного жанра, поэтому смело отправляйся в бескрайний и потрясающий мир, который подготовил тебя массу интересного и загадочного. Главное здесь тщательно обдумывать план действия, который сможет быть выигрышным в любом сопротивлении со стороны вражеской силы. Постепенно тебе необходимо улучшать умения и боевые навыки своего героя, так как дальнейшие страдания будут еще сложнее проходить. В процессе игры тебе необходимо постепенно осваивать все новые и новые технологии, а также не забывай полностью изучить жизнь небольшого городка, который находится на берегу Италии. Твоя главная цель – добиться господства над одной из могучных цивилизаций, а для этого тебе потребуется вложить немало сил, чтобы доказать свой профессионализм, отвагу и гибкость мыслей. Foundation – игровой проект представленный нам в стиле симулятора, где ты возьмешь на себя ответственность за строительство многофункциональных и процветающих городов. Сложность игрового процесса заключается в том, что свою деятельность ты будешь развивать во времена средневековья, где еще нет технологий и развитой индустрии. Плюсом для тебя точно будет достаточно развитая система строительства. Ты сможешь покорять красочные зеленые долины, дремучие леса и высотные горные местности. Основные маршруты будут появляться с помощью жителей твоего города, которые будут протаптывать тропы от одной локации к другой. Твой город должен состоять сразу из нескольких отдельных существующих зон, куда можно входить религии, военное подразделение, торговля, охота, рыбалка и многое другое. Здесь ты сможешь не только проявить, но и отточить навыки по архитектуре и планированию действий. Поэтому игра становится автоматически не только интересной, но и поучительной. Kings of Honor Стратегическая игра, которая отправит тебя в мир средневековья, где ты будешь сражаться за свою жизнь и строить различные крепости. История поведает нам о том, что вся Европа находится на грани уничтожения. Территорию разрывает со всей стороны господствующие страны, дабы превратить все в единую империю. Война идет полным ходом, а твоей главной задачей будет объединение всех европейских государств воедино, дабы возглавить их и избавиться от проблем. Ты будешь вести дипломатические переговоры, а также в некоторых случаях придется идти на сопротивление, чтобы завевать как можно больше и больше территорий. Помни, что от тебя зависит построение стратегического плана действий, по которому ты будешь идти и тем самым добьешься поставленной цели. Чем продуманнее будет твой план, тем больше будет у тебя шансов на победу. Помнишь тебе прибегнут профессиональные шпионы, которые будут добывать тебе всю необходимую информацию. Возглавь армию отважных рыцарей и срази всех недоброжелателей на своем пути. Норсгард. Стратегия, основанная на скандинавской мифологии. Тебя ждет открытый мир и интересные задания. Ты с самого начала создашь небольшое поселение, а затем займешься его развитием. Улучшай условия жизни для своих постояльцев. Добывай еду, отстраивай новые дома и находи доступ к водяному источнику. Нужно исследовать огромный мир, чтобы снабдить себя и окружающих необходимыми ресурсами. На твоем пути будет масса врагов, которые захотят разрушить твои творения и лишить тебя жизни. Будь готов к жестоким боям, ведь в любой момент на твое поселение может напасть стая нежити. Либо прилетит огнетищащий дракон и разрушит все вокруг. Также твоим соперником будет сама матушка природа, которая постоянно будет подкидывать тебе новые испытания. Будь то холодная вьюга или невыносимая жара. Ты должен быть готов со всем этим справиться и найти способ обеспечить укрытием и теплотой своих жителей. The Guild 3 игра симулятор жизни, действия которой происходят в средние века, во времена восстановления и развития. Ты будешь играть за некого управляющего небольшим поселением, которое затем сможет разрастись до внушительных размеров с развитой инфраструктурой и экономикой. Ты попадаешь в далекий 1400 год в эру торговли, развития экономики и свободы мыслей. Весь мир вокруг тебя будет постоянно терпеть перемены, под которые тебе необходимо научиться подстраиваться. Старайся как можно тщательнее улучшать свои знания в ведении торговли, улучшении экономики, а также в военном деле. Проводи выгодные сделки, участвуй в политических переговорах, а также старайся наладить социальные отношения. Не забывай развивать свой город, чтобы жителям было максимально комфортно в нем находиться. Подводя итоги, следует сказать, что каждый, даже самый требовательный игрок сможет найти стратегию себе по душе, независимо от желаемых критерий. Я уверен, что в этой подборке вы смогли подобрать идеальный вариант, который удовлетворит все ваши желания. Поэтому ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр и всего хорошего.